Проголодались? Да, Гарина, проголодались. Тебя ждали. Очень много у меня рецептов, своих авторских, в основном это либо очень здоровая пища, либо десерт. В этом году я уже решила, буду ориентироваться на здоровой пище и думаю, это очень подойдет. Это по теме. Очень люблю чечевицу. Всегда беру такую, уже сварила, кстати, такую, говорят, fancy green lentils. Вот такие маленькие, да, есть? Эти, сколько ни варишь, они форму не теряют, но любая чечевица подойдет. Чечевица уже сварила. Перец, болгарский перец тоже понадобится. Можете взять маленький перец, можете взять острые перцы, какие любите. Лук понадобится из специй. Беру тюрмерик. О, забыла, тюрмерик как по-русски. Сейчас с гугл сделаю. Зиру беру и карри. Еще можно, о, да, черный перец обязательно. Всегда черный перец, очень полезный перец. Всегда добавляю. Соль будет, конечно же. Специи. Все. К этой блюде подходит, очень хорошо подходит dry basil, сухой базилик. Если нету, не берите. Из свежей зелени беру то, что под рукой, если честно сказать. У меня был укроп и не петрушка, кинза. Но петрушка тоже подойдет. У меня петрушки сегодня нету, извините. Гарлик. Чеснок тоже понадобится. Очень хорошо сочетаются все вместе. Оливое масло. Масло. Сегодня я все термины забываю. Оливое масло. Сейчас вспомню. Оливковое масло. Любое масло растительное подойдет. Паста, перец или перечная паста на канале есть, как это готовится. И томатный соус. Можете взять пасту и с водой, вместо соуса можете взять пасту и с водой как бы разбавить или убавить. В общем, знаете, что сделать. Все. И с чего же начинаю? Уже сварила чечевицу. Очень хорошо, когда вкус этого grilled vegetable, то есть испеченный овощ, да, перец. Поэтому беру вот такой грилл, подогреваю и совсем не обязательно, чтобы у вас такой был. Я просто эти полоски очень люблю. Красиво смотрится, да. Но не обязательно. Просто вкус печеного перца добавляется ко всему и очень вкусно получается. Не обязательно, но советуется. Уже разогрела. Сейчас испеку. Не испеку, просто чтобы полоски появились и вкус. И будем двигаться дальше. Хвостики оставляю, но вот это ситс, косточки уберу. Угу. Окей. Сейчас перцы на грилл положу и буду жарить. В этой стороне, в этой сковородке, буду жарить лук. На оливковом масле пока дожарится. Или пока до золотистого цвета. Очень быстрое блюдо и вкусно холодным или горячим в виде, хотелось сказать, в состоянии. Окей. У меня такой маленький лук. Можете брать побольше, поменьше. Когда что-то варю, варю. Никогда на рецепт не смотрю. И вообще все эти рецепты у меня из импровизации, да, получились. Что-то было под рукой, взяла, сварила, понравилось. Вот и поделилась. Угу. С чечевицей, да. Еще я там нут, туда нут тоже иногда добавляю. И если хотите, сегодня тоже добавлю. Побольше витаминов будет, пополезнее будет. Угу. Масло 2-3 столовые ложки. Угу. Себя можете побольше, поменьше, ничего не случится. И буду жарить, пока расслабиться. Буду расслабиться. И уже буду добавлять все специи, томатные пасты, перцов, пасту перца, томатную пасту или соус томатный. Все специи тоже туда пойдут. Сейчас посмотрю. Нет, пока не готово. И буду фуршировать перцы этим, этой начинкой. И, конечно же, буду варить несколько минут. И все. И, конечно же. Лук готов, перцы тоже готовы. Выключила, оставила там немножко полежать. Сюда добавляю, скажем, 1 четверть стакана соуса. Еще помидорчик нашла, так что и помидор. Маленький помидор положу. Кожу не сняла, но ничего. Потом снимем. Очень хорошо, если летом делаю, всегда со свежими помидорами делаю. Побольше витамина будет. Это тоже добавлю, и сок добавится. Вместо сока можно еще свежие помидоры. Ну и, конечно же, мой любимый паста перца. Или любимая паста. Одну хорошую столовую ложку. Даже почти 2 столовые ложки. Я очень люблю, чтобы пища была румяная, такая аппетитная. Бледные блюда я не люблю. Это тоже добавлю. И специи пойдут. То есть, базилик сначала. Одну хорошую чайную ложку, может быть. Это из Армении. Мне свекровь послала. Немножко употребляю, чтобы... Храню, как бы. Это уже готово. И... О, чеснок. Про чеснок не помню. Сказала или нет? Чеснок обязательно кладу. Сейчас... О! У меня чесноковый жемалка тоже есть. Но никак не нахожу. Два зубчика добавлю. Второй зубчик пошел. И специи всегда по вкусу. Кто сколько любит. Немножко турмерик. Турмерик, подскажите, пожалуйста. Турмерик. Турмерик. Зира тоже очень хороший вкус добавляет. И кюмен. No, no, no. Кэрри. Кэрри. Очень хорошо сочетается с этим. С чечевицей и с чесноком. Кажется, все. Самое главное. Черный перец. Свежемолотый. Чтобы полезно было. Что-нибудь осталось? Нет, зелень пойдет в конце. И, по-моему... Нет, не посолила. Я думала, что чечевицу уже посолила. Или посолила. Сейчас немножко сварю, чтобы томаты расслабились. И буду все смешивать с друг другом. Все смешивать с друг другом. Пусть варится я зелень варежу. А как же они цепутся в 8-мяре? Гели? Готово. Сейчас чечевицу добавлю. О, нут. Нут тоже принесу. Если есть, конечно, под рукой, добавки. Почему бы и нет? И соль, да? Соль морская. И, конечно же, зелень туда пойдет. Сейчас это выключу. Начинка почти готова. Это еще будет вариться в перси, когда фарширую. Несколько минут должно все свариться. Так что вкусы успеют как бы пропитаться или познакомиться друг с другом. Сейчас на вкус быстро проверю. И буду фаршировать. Я этой начинкой иногда толку делаю. Из виноградовых листьев можно и из каббич. Капусту тоже можно заворачивать. Можно просто так съесть. О, ничего в спайси не положила. Спайс нужен. Острый. Острый. Ред чили пеппер. Это как бы семена красного перца. Острого. Ага. Все на месте. Сейчас перцы принесу. Фарширую. Зафарширую. И буду варить 15-20 минут. Видите, какие красивые получились. Очень вкусно. Пахнут тоже. Дайте я немножко здесь уберу. Организую, чтобы все было красиво. Немножко перца надо добавить на всякий случай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алминова Субтитры делал DimaTorzok и как же фаршировать наши перцы очень легко и просто просто берете и фаршируете честно говоря я не померила сколько у меня здесь было чечевицы но если добавится можете в морозильник положить или что хотите фаршировать вариантов очень много но по-моему я рецепт написала на английском канале посмотрю здесь тоже ингредиенты approximately приблизительные размеры напишу состав да такая вкуснота получается можно просто таки с мясом вместе с мясом как бы поднести нет подать поднести но надо же поднести потом подавать у меня немножко добавилось оставлю полностью и в этой же самой сковородке все положу обратно уже фаршированные перцы и добавлю немножко воды можете еще бульон добавить если хотите какой какой-либо бульон давайте томат положу сверху если есть конечно подругой почему бы и нет арам по моему это наш сын его надо из работы забрать вот так вот закрою соку будет побольше немножко воды добавлю закрою крышку и дам свариться 15-20 минут сейчас поскольку у меня еще один томат есть то есть у меня много их они когда такие безвкусные лучше подумалось в это блюдо добавлю побольше сока будет и используем томат это безвкусный томат это как будто не томат все чтобы немножко бульон образовался да потому что когда будет вариться сок тоже пойдет из овы из перца из овощей сюда если хотите там какие-либо овощи тоже другие перцы скажем зукини что у вас под рукой найдется можете туда положить ничего не случится это тоже пойдет вода немножко дайте немножко соли тоже до добавлю потому что воде соли не было сейчас крышку знаете что хотела сказать пошла взяла и забыла сказать минт мята очень хорошо сочетается с этой блюдой если не забудете добавьте если базилика нету можете мятой и заменить это я сказала ничего не хочу забыть и крышку надо взять и буду варить покажу как получилось увидимся через 20 минут 15 минут прошло и не дайте перцу очень расслабиться и хорошо если немножко криспи будет криспи как бы хрустящий потому что перец можете есть даже если не варить и очень хорошо когда что-нибудь в этой блюде хрустящее если хотите конечно я так люблю через 15 минут как уже сварится дайте немножко отдохнуть как бы осидеть или отсидеть отсидеть да чтобы все вкусы немножко успокоились да и люблю подавать такие блюда на зелени или это у меня марол несколько лепестков марола нашла марол это салат салат it's lettuce на английском romaine lettuce вот такой lettuce называют romaine lettuce а такой круглый lettuce айсберг lettuce romaine lettuce или можете любую зелень порезать это совсем не обязательно просто очень красиво получается и вот видите томаты даже не очень расслабились просто немножко сварились все готово ага сейчас положу на это самое на lettuce вот видите сок вкусно уже выглядит красивые сейчас выберу чтобы хорошие фото сделать чтобы хорошие фото сделать сейчас я сама себе перустрою и попробую конечно же можете и с вином тоже попробовать почему бы и нет я так боюсь как будто шампанское открываю совсем немножко потому что вам еще работать нужно после этого вот сейчас буду пробовать уф забыла сказать чечевица с лимоном очень вкусно очень хорошо сочетается такие блюда всегда подаю с лимоном squeeze lemon juice со свежим свежевыжатым лимонным соком здесь тоже немножко добавлю эти seeds не хотите косточки кокс дамы даже посмотрели все значит все взяли буду пробовать и рассказать как вкусы только не знаю сначала вино надо пить потом пробовать как бы закусывать они знают что это горячее может быть стафф пеппер с фаршированные перцы даже не могу передать как это вкусно но обязательно попробуйте уверенно очень понравится еще кусок попробую на всякий случай у нас певец в студии потому что не сладкое может быть или не хлеб он только хлеб кушает очень-очень вкусно даже на следующий день еще вкуснее все это было наше здоровое блюдо под названием фаршированные течевицы но про фаршированные перцы будьте здоровы берегите себя питайтесь здорово и конечно же подписывайтесь на мой канал ни к чему да спасибо что посмотрели спасибо что вы со мной спасибо за хорошие добрые слова и все ребенку что-то надо за вас вино очень хорошее красное вино с чечевицей вкусно буду наслаждаться омолы Продолжение следует...